овны приветствую вас на канале психология таро возобновляем прогнозы на месяц мы посмотрим общую энергию месяца главные сферы работа деньги социум и любовь и также посмотрим предостережение на месяц и совет на месяц а также загадывайте желание будем смотреть сбудется не сбудется и что нужно сделать чтобы действительно желание побыстрее себе притянуть итак кто хочет сонастроиться с картами оставайтесь кому не интересно это сразу хочет перейти к тактовке в тайм код есть в описании переходите итак основная энергия далее посмотрим четыре главные сферы жизни что будет происходить в работе финансах социуме любви и отношениях дальше посмотрим предостережение и совет на месяц итак предостережение совет но и желание загадывайте свои желания посмотрим что там с вашим желанием итак давайте смотреть основная энергия месяца что ждет в июне ну что много переживаний будет в основном направленные на какие-то свои страхи на свои негативные установки убеждения прошлый опыт можете ему солить можете прошлые ситуации которые с вами происходили и вспоминать как-то опять переживать и так далее здесь может проиграться то что если вы работаете с психологом да это логично когда вы вспоминаете то что у вас скажем так было раньше в жизни для того чтобы проработать сейчас но если вы скажем так сами по себе то это именно то когда мысли навязчивые идеи негативного какого-то порядка страхи ваши переживания и так далее так давайте смотреть работам что ждет в работе в июне знаете как-то суеты будет очень много и действительно где-то нужно было бы приостановиться подумать а что лучше сделать как лучше себя повести кому может быть обратиться с кем-то может быть взаимодействие войти но это знаете когда я сам молодец я сама прям знаю что мне нужно и бегу и дело очень часто будет в июне знаете то ли бестолковые действия в том плане что они ни к чему не будут приводить то есть вы по сути своей думаете вот я щас что-то сделаю меня или похвалят или дадут мне повышение или я прям сделаю какой-то прорыв и меня заметят и от оценят нет это больше будет про то что много действий а выхлопа никакого поэтому здесь конечно же смотрите лучше еще раз обдумайте что вы собираетесь делать и как вы это собираетесь делать нежели прям бежать идти и делать я понимаю что он и вам как огненная стихия может это дается не очень легко но по крайней мере знаете где посыпать себе соломки да и вот так вот можете скажем так обойти какие-то острые углы давайте смотрим финансы так ну что финансы знаете я бы не сказала что прям будет прорыв то есть вот то как было так она есть единственное знаете вам может быть придет какая-то идея где-то вы что-то услышите какую-то может быть фразу прочитаете которая направит вас знаете по пути понимание как с деньгами нужно обращаться здесь может проиграться допустим если у вас есть какие-то финансовые обязательства может быть долги кредиты ипотеки и так далее про то как лучше скажем так может быть переиграть это все до для того чтобы меньше отдавать банкам меньше давать процентами или же про то где откуда взять дополнительные источники дохода для того чтобы как-то покрывать но вот эти расходы и чтобы еще и на жизнь оставалось сверху но смотреть что хочу сказать это не ваша идея которая вам придет а кто-то вам скажет кто-то подскажет то здесь больше вы в роли такого скажем так ученика до который что-то новое для себя узнает в этой сфере далее социум социум это наши друзья коллеги родственники просто мимо проходящие люди которые так или иначе влияют на нашу жизнь здесь захочется вам как-то наверное отстраниться от этого всего до происходящего вокруг вас но это не предоставится возможным да то есть если смотрите вы устали от взаимодействия с людьми вы хотите побыть одни вам действительно как нужен глоток вот этого одиночества какого-то его к сожалению но в июне по крайней мере не будет то есть здесь действительно можете решать проблему других людей вы действительно можете вас вас могут просить о помощи о том как что сделать помочь что может быть советом или чисто физически прийти что-то не знаю переставить какому-то что-то купить и так далее да здесь могут быть какие-то встречи переговоры с друзьями там встречаться куда-то ходить и так далее да то есть я бы не сказала что июнь будет прям спокойным месяцем то есть нет здесь и вам знаете может быть даже будет такие ситуации но божечки ну дайте мне уже отдохнуть ну сколько можно это как оставьте меня в покое да вот такие мысли могут вас посещать в июне ну и давайте смотрим отношения любовь что там ого но смотрите можно сказать что практически все ваши отношения вся ваша любовь будет ваших руках это значит если вы находитесь в паре на данный момент по сути вы будете задавать темп этим отношениям вы будете как лидирующей персоной от которого будет все дальше зависеть то есть то что вы хотите как вы хотите эти отношения куда-то повернуть да вот она так и пойдет если вы свободны и умны здесь напрямую от вас зависит от ваших действий войдете вы с кем-то в отношении или дальше будете находиться в статусе свободных поэтому все ваших руках здесь как сказать возможности будут предоставлены а дальше уже ну смотрите насколько вам что надо далее посмотрим предостережение месяца смотрите двоякая трактовка я вам сейчас и ту и туда во первых если вашем окружении есть люди преимущественно мужчины водных знаков зодиака это раки скорпионы и рыбы смотрите будьте с ними осторожны то есть это вам идет как предостережение вот этот вот эти знаки эти люди они скажем так не то что прям совсем от них закройтесь и так далее да но по крайней мере держите ухо востро здесь еще может быть любящий вас мужчина если смотрят женщин да про то что слушайте то что вам говорится не верьте всему что скажем так вам в уши какой мед наливает держитесь какого-то критического может быть мышления для того чтобы но не прям так да 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 давай я тебе во всем верю да а все-таки думать а действительно ли так может быть слова с действиями расходятся и так далее да то есть будьте здесь предельно внимательны и еще предостережение как умеете управлять своими эмоциями потому что если вы не сможете ими управлять это может вас привести не очень хорошие ситуации а все-таки у нас овны да такие горячие огненные знаки то есть где-то вы можете действительно дать лишку так вот вам говорится как предостережение у научитесь или по крайней мере попытайтесь начать управлять своими эмоциями как совет давайте смотрим опять вам маг смотрите перекликание идет со сферой любви и отношений то есть как совет в берите все свои руки берите инициативу свои руки во первых поймите что вы хотите вообще в принципе и здесь по сути своей неважно относится так сфере любви или вообще в принципе по жизни если у вас сейчас нет полностью контроль над своей жизни да то поймите где вы его потеряли если вдруг и верните его себе обратно до попытайтесь действительно быть вот прям таким вот магом своей жизни потому что в принципе ресурсы есть все возможно и здесь смотрите если у вас действительно вас одолевают какие-то негативные мысли какие-то воспоминания страхи установки негативные так далее до ваших силах взять себя в руки не поддаться на эмоции на и выдержать этот месяц то есть не сидеть в хандре в депрессии а действительно и даже если возникают какие-то негативные мысли вы понимаете откуда они идут вы прорабатываете это все и соответственно идете дальше ну что смотрим что желанием кто пропустил раскладку карты сейчас можете поставить на паузу и загадать желание которую вас сейчас прям очень-очень хочется добиться и мы сейчас посмотрим сбудется не сбудется и если нет то что нужно сделать и так смирение перед божественным но смотрите здесь вам больше знаете как такое совет что если что-то вы сейчас не получаете на это не потому что вы не можете этого взять получить а потому что и на это есть какие-то причины здесь может быть действительно но смотрите элементарный пример вам приведу сфере отношений девушка очень сильно хочет новых отношений нового партнера в нового взаимодействия и идет знакомиться и как-то вот все не получается вроде бы ну вот они вот вот я бы с этим хотела с этим хотела что-то как-то не так да и здесь действительно может как сама жизнь отводить от этих людей потому что вступая в эти отношения можно наступить или на те же самые грабли или мужчина там с подводными камнями да то есть он идет не совсем с теми намерениями которые он транслирует или же самой девушки нужно понять что скажем так как она в себе еще не проработала что вокруг нее вот такие но не совсем готовые на какие-то серьезные отношения молодые люди поэтому не уходите сразу в негатив не уходить сразу в эмоции в переживания подумайте с другой стороны что скорее всего так сейчас на данный момент нужно ну что он и вот такой расклад для вас прогноз ставьте лайки пишите комментарии насколько у вас скажем так проигрывается это все кто хочет персональный прогноз на месяц мои контакты есть в описании связывайтесь со мной не подписывайтесь если еще не подписаны до новых встреч пока пока